Всевозможные чудотворные мощи божьих угодников, на постоянной основе курсирующие из одного города в другой, не менее чудотворные иконы и прочие религиозные фетиши, заменяющие верующим целую аптеку, уже давно стали неотъемлемой частью жизни нашего суеверного общества. Ведь, по словам служителей культа, святые реликвии способны не только лечить не хуже любого доктора, но и изредка помогают тогда, когда медицина лишь беспомощно разводит руками. В конце августа в России начался новый православный мощи-тур – очередное публичное надругательство над телами умерших, на которое не иначе как с умилением и благоговейным трепетом смотрит вся страна. Речь идет о привезенной с греческого острова Корфу правой руки святителя Спиридона Тремефунского, жившего в III-IV веках. Того самого Спиридона, чьи башмачки, как величайшую святыню, не так давно собирались выкупать за 1 миллион и 300 тысяч рублей прихожане свято-троицкого женского монастыря в Пензе. Согласно церковному преданию, святитель Спиридон после своей смерти бродит по свету и помогает нуждающимся. После таких ночных прогулок он будто бы вновь возвращается в Раку, где хранятся останки, а его изношенные башмаки впоследствии расходятся по миру в качестве особо почитаемых реликвий. И даже не спрашивайте, для чего святителю нужно ходить по ночам, стаптывать обувь, а затем, словно граф Дракула, с первыми лучами солнца возвращаться в свой гроб. Все вопросы к православным служителям культа, которые не только любят рассказывать эту легенду пастве, но и чуть ли не в промышленных масштабах изготавливают и продают стоптанные башмаки Спиридона. Спиридон, как и любой другой христианский святой, имеет узкую специализацию. Например, в 1999 году Ватикан назначил ответственным за интернет Исидора Сивильского. У православных Александр Свирский при помощи своих нетленных мочей исцеляет парализованных, больных раком и слепых. А вот останки Спиридона Тремифунского, если очень усердно молиться рядом с ними, способны помочь с финансами, жилплощадью и получением выгодной ипотеки. В общем, решить самые животрепещущие проблемы тех, кто в первую очередь заботится о духовном, о спасении души и о своей посмертной участи. И это не домыслы верующих, старающихся выдать желаемое за действительное. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков подтверждает, что святые на небесах давно распределили между собой обязанности. Вот его слова. Всякий человек, который хоть раз обращался с молитвой к тому или иному святому, знает, что святые, хоть и одинаково предстоят перед Богом и, скорее всего, перед ним равны, по непонятной для нас причине помогают каждый в той или иной конкретной человеческой нужде. И чаще всего к ним обращаются исходя из их жития, из того, как они жили, что делали и чем занимались. В свою очередь, протеерей Всеволод Чаплин уверен, останки Спиридона оказались в России в очень удачное время. «Сейчас кризис, сложное время, многие теряют работу», говорит служитель культа. «Мы в храме думаем о том, чтобы устраивать специальные молебны для людей, потерявших работу, и для их родственников. И, конечно, к этому святому мы тоже будем обращаться». Мощей Спиридона в России предостаточно, учитывая тенденцию христиан к дроблению останков божьих угодников, чтобы хватило всем. Но православные раз за разом выстраиваются в длинной очереди, когда в страну приезжают заморские святыни. Вероятно, все дело в восприятии. Зарубежные реликвии, как и все из-за границы, кажутся, ну, наверное, более качественными, эффективными, нежели местные аналоги. Похоже на то, что пресловутое импортозамещение не хочет работать даже в духовной сфере. Как бы там ни было, гастролирующие реликвии неизменно собирают в российских храмах аншлаги. В Краснодаре, первом городе, куда прямиком из Греции доставили останки Спиридона, мощам поклонились более 50 тысяч верующих. Так что можно смело утверждать, что христианский святой, едва начав российские гастроли, уже ставит рекорды. Духовный тур Спиридона Тремифунского продлится до октября и закончится в Москве, после чего рука Божьего угодника отправится обратно на родину. К слову, к благодатным останкам святителя Спиридона, когда они прибыли из Краснодара в Екатеринбург, одним из первых припал губами губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Параллельно мощи туру Спиридона Тремифунского по городам России разъезжают и другие святыни. Например, в Волжском, это город Волгоградской области, православные получили уникальную возможность приложиться к ковчегу с мощами святителя Николая, а также к казанской кровоточивой иконе Божьей Матери. Икона, само собой, не простая, она славится многочисленными исцелениями, которые, как утверждают служители культа и верующие, произошли благодаря молитвам у святого образа. А 15 лет назад на иконе появилось странное красное пятно, что было расценено церковью как божье чудо. Тем временем в Пензе тоже проходит мощи праздник, только масштабами поменьше. В Успенский кафедральный собор прибыли останки Николая Чудотворца и целителя Пантелеймона. Последнюю православных считается специалистом по исцелению от самых разных болезней, в то время как Николай славится в том числе и помощью в учебе, что особенно актуально накануне начала нового учебного года. Традиционно перед днем знаний Русская Православная Церковь устраивает крестные ходы и специальные молебны. Не исключением стал и этот год. В той же Пензе просить Господа о прибавлении ума собрались не только взрослые, но и дети, прошедшие духовной колонной по центральной улице города. Все же согласитесь, быть верующим очень выгодно. Конечно, если ваша вера достаточно сильна для того, чтобы воспринимать всерьез все, что написано в священных книгах и о чем рассказывают батюшки. Тут тебе и чудотворные иконы, и мощи, которые исцеляют от всех болезней, и пророчества мудрых старцев и даже благодатный огонь, каждый год сходящий с небес якобы по велению самого Всевышнего. Нужно как следует попросить соответствующего святого, и тут же будут решены проблемы со здоровьем, жилплощадью и учебой. Захворал? Прикоснись к иконе и обратись в молитве к Богородице. Надоело мотаться по съемным квартирам, ноги в руки и бегом к мощам Спиридона Тримифунского. Ребенок стал приносить из школы двойки или на носу сессии. Без вмешательства Николая Чудотворца здесь точно не обойтись. А вообще, если Спиридон помогает разжиться недвижимостью, то помолиться святителю не будет лишним не только для простых верующих, но и для батюшек из РПЦ, поскольку у них в последнее время наблюдаются трудности с недвижимым имуществом. В Ростове городские власти решили забрать у православной церкви участок в парке Собино, который еще в 2007 году передали в собственность религиозной организации под строительство храма. Об этом горожане, кстати, узнали совсем недавно, естественно, после того, как земля по документам отошла к православной епархии. Однако за все время владения территорией парка церковь так и не удосужилась использовать участок по назначению, то есть возвести культовое сооружение, ограничившись лишь постройкой временного здания, небольшого вагончика для проведения религиозных служб. Именно это обстоятельство и стало причиной недовольства ростовской мэрии. Теперь городской департамент имущественно-земельных отношений через арбитражный суд добивается возврата 4000 кв.м. зеленой зоны и, соответственно, изгнания служителей культа из парка. Тем более, что на его реконструкцию недавно было выделено более 100 млн. рублей по программе формирования комфортной городской среды. А вот в Вятской епархии русской православной церкви напротив, праздник. В Кировской области удача улыбнулась участникам археологической экспедиции, которая по просьбе церкви проводила раскопки на предполагаемом месте захоронения священно-мученика протеерея Николая Подьякова. Ученым удалось обнаружить останки предположительно расстрелянного в 1918 году служителя культа, возведенного церковью в ранг святых. Сейчас будущие нетленные мощи, которые, судя по фотографиям, едва ли можно назвать таковыми, отправились в Москву для идентификации. Но нет никаких сомнений в том, что скоро они вернутся в Кировскую область уже как особо почитаемая и, конечно же, чудотворная реликвия. Плавно перенесемся на Камчатку, где в октябре прошлого года художник Денис Лопатин нарисовал карикатуру, изображающую персонажей, напоминающих депутату Госдумы Наталью Поклонскую и Николая II, с надписью «Найдите дури мужика». Постоянные угрозы физической расправы вынудили художника летом этого года покинуть Россию. Произошло это, вероятно, после того, как в июне была опубликована запись обращения православного иеросхемонаха Ануфрия ко всем верующим. Вполне безобидного вида служитель культа, тем не менее, открыто призывал паству взять правосудие в свои руки и наказать карикатуриста. Отцы, братья и сестры, и к нашим духовным чадам также обращаюсь. Кто способен, кто может, кто найдет в себе мужество и решимость засвидетельствовать свою веру и верность Господу нашему Иисусу Христу, великомученику Царю Николаю, Искупителю, Которому ему присягали, и Святой Руси, соберитесь духом, решимостью и с верой накажите этого богокольника. Бог да благословит вас, накажите его так, чтобы ни сам он, ни подобные ему жидовские хулители никогда не посмели дерзнуть, сказать или написать или создать что-либо против помазанника Божьего, который является искупителем соборного греха русского народа. Накажите его во славу Божию, накажите его в защиту имени Святого Государя и в славу воскрешающего Святой Триединой Руси. Аминь. Бог да благословит вас на все святое, богоугодное дело. Аминь. А теперь внимание, вопрос знатокам духовных скрет. Где компетентные органы усмотрели экстремизм? В карикатуре на Поклонскую и Романова или в призывах служителя культа к физической расправе над художником, поднявшим руку на святые для любого православного вещи? Правильный ответ – нигде. Следственный комитет проверил карикатуру на оскорбление депутата Поклонской и чувств православных верующих. Но сколько не искал, так и не сумел найти ничего, что хотя бы капельку нарушало бы закон. Точно так же, как и прокуратура Камчатки не обнаружила экстремизма в призывах служителя культа к расправе над богохульником. Вот это настоящая свобода слова. А вы говорите за лайки, репосты и мемы про патриарха сажают в тюрьму. Тут не абы кто, а божий человек во всеуслышание призывают устроить самосуд над кощунником, покусившимся на самое святое, что есть в церкви, Николая II, искупителя соборного греха русского народа. И за это ему, мимоходом еще и оскорбившему группу людей по национальному признаку, даже не погрозили пальчиком для приличия, мол, в следующий раз знай меру и больше так не делай. Впрочем, не исключено, что под жестким наказанием служитель культа подразумевал чисто христианский вариант – найти проклятого богохульника и, как следует, подставить ему вторую щеку, как учил некто Иисус. В таком случае никакого экстремизма и возбуждения ненависти в речах Ануфрия действительно нет. Но что-то мне подсказывает, что в планах православного иеросхимонаха отсутствовало следование заветам Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Господь хранит вас! Субтитры создавал DimaTorzok